В Магадан с рабочим визитом прибыла делегация российского правительства. В ее состав вошли заместители председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Григоренко и Марат Хуснулин, министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. На Колыме представители Кабмина обсудили выполнение поручений, данных по итогам рабочей поездки председателя правительства России Михаила Мишустина на Дальний Восток. Кроме того, оценили реализацию национальных проектов, среди которых строительство новых объектов, проекты в рамках реализации единой субсидии и планы по утилизации затонувших кораблей на территории Рыбного порта. На следующий год большие планы по дорогам строительства, по поведению дорог в нормативное состояние. Но и также губернатор ставит большое количество дополнительных вопросов. Мы сегодня посмотрели и строительство парка «Маяк», дополнительные деньги рассмотрели, как выделить, чтобы благоустроить эту территорию дальше. Посмотрели вопросы, связанные с тем, что председатель поручил, все-таки ликвидацию вот этих судов, значит, затонувших с территории порта Рыбного, как ее привести в порядок. Ну, в общем-то, очень активно работает губернатор. Также в рамках визита в Магадан представители правительственной комиссии побывали в Колымском центре «Мой бизнес» и изучили экономический аспект региона, где главная задача – видеть продление режима особой экономической зоны. Ну, по основным показателям, динамика такая очень позитивная в Магаданской области, по уровню, в первую очередь, ВВП как растет, зарплата как растет, как растут по занятости, нормальное состояние, да. Понятно, есть колебания по объему инвестиций, но это связано с началом и с окончанием реализации ряда крупных объектов, ряда крупных проектов, поэтому это естественно. Ключевой вопрос для нас сейчас – это продление режима особой экономической зоны для Магаданской области. Это одна из старейших особых экономических зон, и, безусловно, этот режим нуждается в модернизации, поэтому сейчас подготовлен проект закона. К комментарию об экономической обстановке в регионе Максим Решетников добавил, что экономический уровень, в частности, результаты работы предприятий, в полной мере отражаются в магаданском бюджете. Этот вопрос, по словам министра экономического развития Российской Федерации, предстоит решить федеральным и региональным властям совместно.